Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим вот такой замечательный вкусный салат-закуску хе из курицы. Готовится очень быстро, красивый, нарядный, по-весеннему. И, пожалуй, приступим к его приготовлению. Дорогие друзья, сегодня мы с вами приготовим хе из курицы. Хе из курицы это замечательно, это просто и быстро. А самое главное, к этому вкусу нам захочется вернуться еще и еще. Для хе из курицы мы взяли куриную грудку. Ее мы берем обязательно подмороженной, чтобы нам можно было удобно ее нарезать соломкой. Также нам понадобится обычный болгарский перец. Перец мы еще взяли вот такого сорта. Также понадобится свежий огурец, головка репчатого лука, соевый соус. Обязательно берем приправу для маркарчи. Мы взяли ее острую, поэтому дополнительно добавлять красный перец мы не будем. Такая приправа, она продается в любом магазине. Также нам понадобится 1 столовая ложечка томатной пасты, уксус и растительное масло. И, пожалуй, мы приступим к нашему быстрому, быстрому и, самое главное, очень успешному рецепту. Овощи мы нарезаем соломкой. Перец болгарский лучше всего разрезать на вот такие вот части. Обязательно убрать вот эту белую сердцевину. Она не используется для салатов. Ее можно использовать в борщ, еще куда-то положить. И мы должны как можно тоненько порезать наш перчик. Вот как можно. Прям соломкой, соломкой мы его нарезаем. Тонкой соломкой мы порезали перец. Я его в миску выкладываю. И сейчас продолжаем нарезать зеленый перчик. Зеленый перчик я тоже нарезаю тонко. Вот такими вот колечками как можно тоньше нарезаем, чтобы вот так в салате они у нас смотрелись великолепно. Этот перец тоже очень ароматный. Придаст хороший вкус нашему салату. Вот по одной штучке, я так думаю, достаточно. Салат будет красивый. Если вы возьмете, например, еще желтенький перчик или даже можно морковочку взять, пожалуйста, какие хотите, можете овощи взять. Вдруг у вас всего один перчик, вы можете добавить, пожалуйста, морковочку, можете пошинковать на терочке. Конечно, терочку нужно брать специальную для корейской моркови. Так, перец я нарезаю и тоже выкладываю в нашу миску. Тоже вот такими тоненькими колечками я его порезала. Нарезать буду весь. Перец мы купили не острый. Обязательно попробуйте. Он у нас салатный. Поэтому, если попадется острый перец, то его, конечно же, нужно заранее попробовать. Не использовать в салате. Так, также я его выкладываю в миску. И натираем на корейской терке, натираю огурчик. Купочки свежие. Натираю соломочкой, так вот, чтобы они такие длинненькие были, красивенькие, зелененькие. Нарезается очень хорошо, красиво. Салонка наша идет великолепно. Огурчик прижимаем к терочке и натираем. Вот такие тоненькие, красивенькие полосочки у нас получаются великолепно. Так, огурчик мы натерли. Вот такая красивая соломка зелененькая у нас получилась. Я ее выкладываю в наш салатник. Нарезаю полукольцами лук. Лук надо нарезать тонко. Мы его будем обжаривать вместе со специями и с курицей. Так, чтобы лук у нас был такой прозрачненький. Я не кладу сырой лук. Потому что вот считаю, что достаточно нам овощей сырых. И вот такой вот острый лук, он как бы будет не так понятен в салате, как он будет маленечко припущен. Так у него вкус будет поинтереснее. Так, лук я убираю на тарелочку. И сейчас мы нарезаем грудку. Можно взять любое другое куриное мясо. Ну вот я беру грудку, потому что она очень быстро готовится. Как раз вот для салата она нам прямо вот необходима. Грудка готовится буквально, вот она схватывается, она уже готова. Максимум 7 минут. Многие даже готовят грудку еще быстрее. То есть это зависит от плиты, от сковородки. Если у вас сковородка с толстым дном, то курица готовится очень-очень, куриная грудка готовится очень быстро. Как мы видим, она у нас подмороженная. Так удобнее будет нам нарезать тонко соломкой. Вот прям я вот эти кусочки как можно тоньше нарезаю. Нож, конечно, тоже должен быть острый. Если грудка будет не замороженная, ее сложнее очень тонко соломкой нарезать. Поэтому я тороплюсь, быстрее ее нарезаю, чтобы она у нас не растаяла. Так, сейчас же прям вот я ее вот так вот соломочкой режу. Чем тоньше, тем интереснее будет, тем она быстрее приготовится. Конечно, хеппи подразумевает собой свежее мясо маринованное. Ну, вот что-то мы не рискнем так приготовить. Мы не спецы, мы готовим для своих домашних. Мы готовим так, что если вдруг у нас немножко этого салата останется, то можно будет его и завтра докушать. Как бы так, чтобы, ну, не дай бог, отравиться сыром мясом. Исключим этот разговор. Как бы мы готовим грудку. Обжариваем ее. Так, нарезаем соломкой, тонко. Нарезается очень хорошо, быстро. И такие тоненькие-тоненькие кусочки. В соотношении курицы и овощей у нас должно быть 200 граммов куриной грудки уже готовой. По соотношению к нашему салату. Многие любят, чтобы было больше курицы. Другие любят, чтобы было больше овощей. Пожалуйста, экспериментируйте, делайте, готовьте, как желаете. Любите овощи, пожалуйста, можете овощей побольше. Класс. Ну, вообще, хеппи подразумевает собой, конечно же, курицу основное. Курицу мы готовили и отварную. Ну, вот, больше все-таки мы склоняемся к обжариванию курицы. И сейчас нашу соломку я иду и буду обжаривать на сковородочке. Так, на сковородку я наливаю растительного масла. В сковородку я взяла чугунную, у нее быстрее и лучше готовится мясо. Оно прям моментально схватывается. Сюда на сковородку я выкладываю нашу приправу. Она у нас острая. Как я сказала, очень ароматная и с дополнительным содержанием перца красного. Я выкладываю одну чайную ложку и ее сразу же обжариваю. Вот прям в масле, чтобы масло наше пропиталось вот этой остротой. Сразу же пошел запах. Очень-очень ароматный. Сюда выкладываю лук. И обжариваю вместе со специями. Очень идет ароматный запах. Прям такой прям очень-очень приятный, вкусный. Так, сюда же я выкладываю нашу курицу. И сразу же ее делаю на такие части. Она прям вот моментально схватывается. Я ее помешиваю, чтобы она делилась на части. И обжариваю вместе с крючком. Немного я добавлю растительного масла. Чуть-чуть капельку, чтобы не было переизбытка. И обжариваю. Выдавливаю один зубок чеснока. Заметьте, время идет очень быстро. У меня все продукты, все подготовлено. Прям моментально, нисколько не задерживаюсь. Прям минуты. Все перемешиваю. Видно, как курочка прихватывается. Запах похож очень на маринованный шашлычок. Вот такой аромат идет от нашей курочки. Сюда же я сейчас, пока наша курица готовится, я уменьшаю температуру приготовления в половину. Вот у нас был сильный огонь. Добавляю всего лишь одну столовую ложку томатной пасты для цвета, для пуха. Вот такой был пух определенный. И чтобы наша курочка все-таки имела такой богатый вкус. Так, видно, что все готовится. Вот прошло, наверное, минутки 4. Я немножечко дам потомиться вот нашему составу, вот этому прекрасному. И пока подготовлю уксус. Уксус я беру 9-процентный. Добавлять буду прямо сразу же на сковородку. Так, совсем забыла про соль. Соль мы будем добавлять сейчас. Соли добавлю немного. Прям вот небольшую капелюзьку. Также мы сейчас же добавим соевый соус. В соевый соус я добавлю 2 столовых ложечки. 2 столовых ложки. Это значит, что у нас получится 4 вот таких чайных ложки. Раз. Два. Три. Четыре. Вот такая вот у нас будет приправа. Так. Все у нас здесь томится. Так, добавляю 1 чайную ложечку уксуса. Так. И думаю, пожалуй, я сейчас попробую курицу на готовность. Конечно же, мы ее должны обязательно попробовать, чтобы она была приготовлена. Да, готова, нежная, вкусная. Так, также я попробовала на соль. Мне кажется, что соли немножко не хватает. Соль мы должны пробовать обязательно. Я люблю не сильно соленое. И немножечко подсаливаю и выключаю плиту. Выключаю плиту. И сразу же вот этой курицей я буду, эту курицу вместе с соусом буду добавлять в наши овощи. Сразу же. Курица наша вся шкварчит и соус тоже. Я сразу же добавляю в наши овощи. Прямо вот такую горячую. Видно, что она прям горяченькая у нас. Добавляю к нашим овощам. Так. Все тщательно перемешиваю. Лучше это сделать вилочками. Такая красота вкуснотища у нас получилась. Очень красиво, ярко, аппетитно. Я думаю, сейчас мы все-таки слики получим. Так, по весеннему, по праздничному. Аппетитно очень, нарядно. Я прям, пожалуй, сразу же выкладываю на блюдо наше. И, пожалуй, мы сейчас же прям попробуем вместе с вами. Что это мы такое прям вот изобрели, сделали, приготовили за 10 минут. Очень быстро. Как же у нас здесь вкусно получилось. Даже, пожалуй, я возьму и выложу какой-то большой ложкой и большим количеством наше блюдо. Вот так, пожалуй, делаю, чтобы было красиво. Блинки бегут. Хочется попробовать. Сейчас мы с вами попробуем. Так. Столько у нас получилось. Значит, и 200 грамм филе у нас получилась вот такая вот большая чашка салата. Салата или закуски хе. Сейчас я ее попробую. Красиво очень. Попробую на вкус. Что же мы сделали? Угу. Очень вкусно. Пальчики обрежешь. И я всегда рада, когда получается очень вкусно. Это повышает настроение. И самое главное. Приятного вам аппетита. Не забывайте подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.